и снова здравствуйте всем привет и так давайте теперь немножко усложним вот этот вот вот эту реконимацию да я добавим значит все это удалим волос так удалим голову оставляем только рот оставляем только глаза и теперь импортирую я на скорую руку тут набросал горгону так open так импорт ops и теперь где у нас тут горгона находим тело не меняем ничего в размерах так теперь файл так импорт ops не туда нажал файл импорт ops и погнали теперь у нас идет так 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 одежда и файл значит у нас идет волос волосы волосы я закинул не стал я делать развертку в это взброс потому что там слишком много змей и это дело очень долго было делалось даем пока все это дело просчиталось 500 вот они значит это на змеи это волос и теперь что нужно сделать выбрать волос найти модификатор и я просто накинул децимейт так сейчас чуть-чуть будет подтормаживать но ничего сейчас все сделаем так первый раз делаем apply чтоб потом полегче было опять добавляем модификатор децимейт можно вот сетку посмотреть видите насколько плотно и так еще разочек и уменьшим многовато да чуть-чуть прибавим я думаю уже получше сейчас полегче будет 78000 полигонов но это за счет того что чисто змеи вот эти вот сейчас еще чуть-чуть децимейт и нужно посмотреть чтоб внешний вид у них хоть оставался так apply 50000 полигонов но ничего так этим делом пойдет выбираем нашего персонажа вот хорошо бы вот это все дело прям четко подогнать вот под этот рик где у нас тут кости народ на всю штукенцию так глаза уходят а ну-ка значит это еще ниже ссадим так зайдем теперь выберем кости зайдем в эдит мод и посмотрим насколько я промахнулся дэм промахнулся я прям еще вниз ее надо опускать так теперь значит делаем control z control z и теперь нам пониже пониже смотрим теперь опять же кости все вроде кости теперь попали нормально вроде как обжигнут глаза потом подпустим выбираем наших змей добавляем материал ну какой-нибудь давайте зелено грязный вот так наши робби добавим материал коричневый тоже грязноватый сделаем шейдер смут шейдер смут ну и змеем шейдер смут сглаживаем так задумка какая чтобы вот эти змеи вот эти получили свой риск так пока анимация нам не нужна вот эту гражданку попробуем привязать костям сразу а не сразу не получится нужно добавить еще руки и так далее ну давайте разбираться значит стройка на нам паде опять же уведем значит нашу прическу здесь пускай так все и будет мы ее пока аж скроем ну и вот будем работать с волосом и значит с телом выбираем выбираем кости заходим в edit mode выбираем косточку shift и ставим ее ну куда-нибудь вот сюда делаем ей чуть-чуть с как control z n панель screen скрин костей делаем ей с увеличиваем и погнали значит е е е е ну еще одну е добавим к голове к шее и значит вот эту шею теперь привяжем так пардонки значит вот эту косточку уведем тройка на нам паде и чуть-чуть значит повторим позвоночник чуть-чуть вот искривление а теперь вот эту косточку к этой привяжем control p ну чтобы ее не менять не переделать можно было шею заменить и короче просто голову привязать к шее но так как уже есть анимация тут на всяких вот этих костях кстати давайте вот эти кости теперь мы delete bone удалим и попробуем какую штуку так вставляем значит до конца rig alt p clear parent вязан ключицу console p значит косточки грудинки теперь значит е английская вытягиваем и все по хорошим роликам я здесь наверно ускоренном покажу потому что роликов много погнали и не и 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 вот здесь лучше добавить на побольше косточек потому что можно не попасть потом ровно это дело выправить когда вы делаете вот такую штуку лучше конечно хвост не загибать а делать полностью ровный вниз тогда будет все получше работать теперь хвост кон толпи вяжем значит к тазовой косточки так нам понадобится еще тройка на нампаде так нам понадобится тройка на нампаде и значит еще вытащить е косточку на грудь alt p clear current g тройка на нампаде так ее можно значит перекрутить сделать английская и если без аддона захотите грудью шевелить то тогда лучше добавлять вот косточку сюда и shift косточку под ребро почему ну чтобы когда грудь вы будете шевелить чтобы у вас ребро значит не отходило эту кость вяжем на грудину control пи тип оффсет и вот эту косточку вяжем наверное раз будет гибаться тут то наверное где-то вот к этой кости control пи тип оффсет так ну в принципе возможно все с этим делом все делаем зеркалку значит выбираем косточки которые нам нужно сдублировать на другую сторону не забываем значит такую штуку все косточки выбирать cfd правая кнопка мыши мир из global и значит переводим это все на эту сторону так смотрим чтобы четко все попало по пальцем это вот где-то вот так все это есть следом что нам нужно теперь самое интересное вот это все дело переводим на нашу голову на волосы так гражданку сортом вот это все значит можно скрыть где тут у нас рот гражданка и глаза и еще один глаз с английской открываем чтобы нам ничего не мешало теперь выбираем кости заходим в этот мод так и пробуем это все дело как обыграть это значит ем и погнали вот то будет что то тут чтобы эти змеи у нас значит зашевелились здесь значит где бошка можно побольше как идет теперь нужно видите какая штука чтобы это все делают没事 значит подгадать чтобы все четко легло и не наук в этот змеиный мэш так как как-то тройка на нампаде теперь это значит G сверху чуть поднимаем подправляем деление сгиба и теперь делаем с английская и делаем эту косточку на рот вот так и привязываем голове ctrl P и полсет смотрим чтобы косточка попала на голову и опять же чтобы она закрывала и это рот вот в чем вся фишка то а то придется еще дополнительные кости вставлять сейчас здесь у нас уже вроде бы все подготовлено вроде бы как бы закладка тут есть ну будем пробовать значит так G сюда и погнали значит в эту сторону так это у нас прическа была ниже значит нужно косточку переводить повыше и вот эту кость тоже повыше ну а эту подгадать чтобы не развивать так погнали так единица на нампаде попробуем попасть под всю эту колею вот а теперь мы выбрать должны вот эту всю ctrl Z приставная вся мышь подступляет вот эту всю штуку нужно выбрать и сделать R и сделать G так а какую я вообще делал вот эту по моему делаем еще раз C и делаем значит R подгоняем ее под нашу змею тогда здесь уже подгадываем и выгадываем долговато нудно но надеюсь результат будет хороший так теперь вот эту косточку с FD ставим ее рядом и погнали делать теперь вот эту змеюгу значит D делаем E просто много костей это не беда потом мы их опять же по прошлому ролику заменим на нужные нам значит виды и будет все зашибись вот сейчас у меня батарея садится погнали дальше много очень каналов я чуть отвлекусь наверное от этих вот FD, FFTA хочется конечно повторить чтобы вы хорошо без проблем все это дело повторяли и знали что нажимать но уже можно и отойти от этого дела значит много каналов которые да профессионально там уже ну как не то что качественно сделаны анимации допустим движения танка там гусеницы там штукенция такая да и вот мне сколько раз писал под роликами и ни разу не ответили хорошо бы было увидеть полностью процесс анимации я понимаю что если ты что то умеешь будь то собачка какая то или еще что то ну желательно чтобы конкурентов у тебя не было да и объяснять как-то стараются не объяснять это дело все это понятно ну можно было хотя бы какие то как наметки да подсказки хотя бы в ролики тянуть мол вот ну где то так человек конечно будет долго к этому идти возможно научится возможно нет но информацию хорошо бы как то все равно подавать как то все равно подавать плохо хорошо если вы что то делаете там даже учитесь снимайте эти ролики показывайте вам потом самим будет интересно по прошествии сколько лет как вы там учились допустим потом можете показать кому-то лет через десять через два ну если конечно будет интернет еще к тому времени а не рухнет все прямо в один день так опять копируем дублируем продолжаем повторять все вот эти вот изгибы первый раз кстати делаю рекорд для в таком плане так что очень интересно кстати первый раз попробовать а кто выйдет какие косяки вылезут да модель вы видите что я не стал делать качественную как она делалась это франкенштейн модель голова змеи я взял с одной модели там что еще ну тело болванка хвост добавил кисточкой в принципе на скорую руку создать модель именно из разных моделей это в принципе хорошо когда есть такая возможность а не сидеть допустим делать модель потом через какое-то время еще там что-то рик вставлять это затягивается а человеку допустим просто интересно вот мне просто интересно сделать вот рик а модели путявые я в интернете не нашел там там конечно вот эти как там гаргон там еще что-то но не сыгр и там уже вот что мне не нравится в игровых старых моделях может сейчас они другие но там получается что очень качественные текстуры ну а если как текстуру убрать модель говно ну полностью там кто видел тот поймет там полностью просто контур вот тогда вот это сложно вставлять вот такие вот кости когда просто не видишь модель нормальный я и тут то вот вы видите что сколько появилось вот этих переплетов да и если делать прическу то сейчас вот мы посмотрим какая она должна быть чтобы у нас потом не было проблем с ригом это вот я наскорую руку так набросал и значит сейчас будет вылазить все косяки так вот здесь опять же нужно добавить е отсоединить косточку alt p clear parent давайте ее g переведем вот на этот волос надеюсь попал он тройка на нампаде значит е е е е е е как там бременский музыкант е е вот и тут тоже неверно заходите в группу вконтакте кому интересно эта модель потом будет там ее можно будет скачать не столько для работы наверное а все-таки прикинуть посмотреть как это все устроено ну возможно если кому-то риг подойдет но я сомневаюсь что если у вас будет какая-то его можно конечно будет как-то прилепить подставить но это будет гемор поэтому я рекомендую всем делайте свои риги так вот тогда ну смотри риг который можно будет потом значит куда-то как-то использовать так вот если я сейчас под эту змею не вставлю косточки то я ее не смогу вертеть она привяжет к себе низ вот этого значит шрифт низ вот этого месса поэтому следите за такими нюансами да подставляйте кости или настраивайте потом веса потому что вот это змея привяжется к дальним полигонам и вы потом уже так здесь вот которые не будут работать их лучше сделать наверно покрупнее и вот эти косточки так опять же не запутаться не запутаться большие д я просто ну тупо подставлю так выберу вот эти кости и привезу их опять же к голове ctrl p и полксет так надеюсь что остальные будут нормально себя вести так теперь у нас перейдем эти давайте первые сделаем с д д д д д д д д д какую-нибудь косточку г подставим и перекрутим так так здесь уже как бы тройная она будет если они не будут головы задирать допустим то можно просто их обыграть выбрать сделать одну большую кость ну чтобы знать что именно от этой кости будут отходят эти значит змеюги положить их как-то кверху повыше так и теперь так а ну а если отключу текстуру я вообще так все вижу да вот это вот уже плоховато но в таком виде еще наверное лучше будет вставлять а то в цветном вставляешь когда долго работает цветной моделью там вот получается начинает глаза у многих болеть списали но у меня тоже болят иногда когда я долго сижу с какой-нибудь моделькой и приходится делать именно как это выходных просто вяжу фильмы смотрю ничего не леплю вот так вот так здесь я пока много не буду вставлять главное просто вставить вот так вот одну делаем и значит что сразу чтоб не забыть эту косточку вяжем голове control и все вяжем голове все вот эти первые кости вяжем голове чтобы голова их носила save перекручиваем R подставляем G и вот здесь какая штука вот эта кость нам уже в принципе не понравится можно их ставить полностью так раз они у нас одинаковые что хорошо в зеркалке да вот когда вы зеркально делаете вот три головы видите я сделал змею одну и все я тебе могу просто подставить вот допустим к этой змею где-то тут где-то тут приподнять ну а так вроде бы все попало эти кости все перевяты так вот это вот эта змея уже не попала вот ее нужно кройка на нампаде вот плоховато за этим не видно да да а ну-ка да вот эту надо еще раз вбок а от нее Е отводить еще одну косточку G находим змею и вот как-то вот эту змею обыграть и чтоб где я не попал вот видите теперь нужно выбрать вот эти кости этой змеи вот этой и значит G перевести их на эту змею можно даже R перекрутить чуть-чуть так и так вроде бы попало так каждый еще рот бы сделать чтоб рот закрывался это вообще была бомба но это очень долго принцип понятен да вроде бы здесь все нормально да и база ну а теперь нужно все вот эти кости значит выделить вот эти а так у меня тут еще кости есть их надо удалить delete вон и теперь аккуратненько не зацепляем ненужные кости выделяем вот эти кости вот выделилась голова голова нам не нужна так и вот так аккуратненько еще перешив первые кости все кости просматриваем не забываем потому что потом будет косяк шриф D правая кнопка мыши мира из глобал и подставляем значит смотрим где она тут ориентируемся по какой-нибудь косточке ну чтобы бошки четко попали по этой можно ориентироваться по первой ну вроде бы как бы все да все с этим все заходим вот вот выбираем значит что мы выбираем alt h возвращаем все вот эти три тендалы теперь выбираем нашу змеюгу наш волос нашего персонажа и делаем ctrl p а еще кости через шесть забыл ctrl p путь автоматик выжить надеюсь не замотякается так вот волос подтянула значит все привязалось так пока одежу вот эту не буду привязывать аж то есть выбираем косточки заходим в пост мод и я ее пожалуй сохранил значит файл значит это пойдет значит плюсом нормально так выбираем центральную управляющую кость вот она по-моему я ее заменял чтоб она не маячила так отдельно почему вот она выбралась тройка на нампаде значит с помощью мод переводим весь наш риг волос на персонажа кости убираем подгоняем чтобы он ни выше ни ниже был по голове нормально голова никуда череп не вылазил все нормально а ну-ка так вот это есть не губ смотрите что делаем выбираем кость прически и все это дело значит делит анимацию удаляем тройка на нампаде а вот теперь подставим вот вот это штукенция дергается которая да это кость тоже участвовал значит в анимации вот так выберем прическу зацепили значит другие кости вот это еще заменять их надо угу так давайте сначала заменим так Ctrl Z вот так выберем все кости прям все вот так за исключением центральной вот этой которая уже заменена и заменим их значит End панель Rig это будет пускай у нас сферы пока не знаю насколько это будет нормально работать так чуть-чуть сферы побольше угу Ctrl Z скрит удалил я анимацию и значит опять Trit это шесть это шесть сколько тут костей надо это все дело уменьшать вот у меня уже подтормаживает так единица да чуть-чуть чуть-чуть делаем побольше и возможно нужно сделать какую-нибудь какую-нибудь штуку чтобы как бы видеть вот красные допустим середина одной змеи менять кость как-то там еще что-то так бонгруппы выбираем пускай будут красные чтобы их все видеть одну сторону желательно сделать синюю да значит вот эту сторону выбираем как бы а вот лучше сверху наверное да ах тут кости еще это змеюги ну ладно мы сейчас надеюсь можно да можно отключить через шифт левая кнопка мыши ну все там тут английская ас тогда я их скрою лучше и тогда вот эти спокойно выберу и назначу им допустим синюю группу чтобы знать даже еще как можно сделать вот это синий так эти вот выбираем эта группа новая добавим допустим вот так а вот эти будут ну чтоб не путаться да а эти будут пускай ну зеленые нельзя на зеленом пусть будут какие-нибудь желтые вот тогда уже можно понять что ага это вот одна это вторая группа задние боковые левые правые уже как-то разобраться значит можно будет так но теперь нужно найти вот эту это у нас управляшка да и наверное я ее заменю на какую-нибудь давайте на куб вот пусть этот будет куб я его чуть-чуть отведу назад на затылок чтобы знать что это значит центральная кость давайте я и поставлю тоже красный цвет подставляем на персонажа все с этим делом мы закончили но как это анимацию делать так выбираем alt h возвращаемся кости значит вот эти кости значит хвоста я наверное сделаю таргетами а не финжерами и значит финжеры чуть-чуть увеличу ага уже не есть группы видите тут управление будет плоховато а а вот по нолям тут поставлю enter вот теперь нормально все понятно тоже пусть будет красный так единственном паре он а что я туплю зачем эти финжеры да тогда я могу полностью сделать цирку так теперь это уменьшаем цирку и не так чтобы мало не так чтобы много так раз и чуть-чуть вот вот так будет нормально и сразу же то же самое я сделаю на тело тоже пусть будут цирку здесь я уже прибавлю так и значит пусть тоже будут красные так теперь управляшки значит на руки это будут кубы кубы уже поменьше так ну пусть побольше будет пусть тоже красные будут чтоб их видно было так пальцы я трогать не буду мне так удобнее их крутить именно когда они костями ну а вот эти кости вот эти все кости я сделаю вот эти можно финжерами это будет финжер так здесь тогда я прибавлю вот так вот и назначим какую-нибудь ну пусть желтый ну в принципе вот смотрим как работает грудь грудь я тоже не буду заменять кости пусть вон все могут трястись все могут перевелиться он трал дальше что то у нас костями глазами да глаза прописаны надо их будет переписать или подставить подставить а ну-ка пойму они опустились наверное а нет все нормально она просто голову забирала надо переписать глаза так и переделать теперь анимацию челюсти вот этой да ну вот открывается и на том спасибо все привязалось так ну а теперь давайте посмотрим как работает значит у нас змеюги ну вот все работает большую тяну можно вот ими шевелить перекручивать руководить да это будет геморг конечно понять где какая кость в принципе можно да смотрим рот закрывается мне рот закрывается немножко перекручивается ну в принципе все нормально можно делать анимацию давайте посмотрим так вот это вот центральная по моему да а все я же еще руки не настроил пардонки выбираем куб выбираем значит предплечье ctrl 6c inverse kinematic заходим в настройку кости добавляем на две кости влияние тут тоже ctrl 6c inverse kinematic на две кости влияние смотрим что у нас так непонятно а все косяк это это был косяк почему потому что edit mode и вот эту косточку я не отвязал alt p clear parent а теперь к ней так вот эту к ней вяжем ctrl p она уже привязана все их просто нужно отвязать alt p clear parent так заходим object mode easy pause mode смотрим что у нас все вот рука заработала ctrl z возврат смотрим где у нас косточка тазовая вот она тазовая ctrl z заменяем ее значит на план делаем полиплан полиплан вот он n и ставим 90 разворот так куда она вот ушла ставим 0 ставим 90 и чуть-чуть ее побольше чтоб мы ее точно видели вот теперь план это будет центральная кость это значит будет хвост такой ну с этими будет управление плоховато возможно даже лучше оставить цепь костей вот как на руках вот так вот возможно так будет виднее или значит сделать этот ориентир чтобы он был допустим так ну вот если мы все выберем то где-то треяем же что это такое ну вот да треугольники и чтоб знать допустим что куда они смотрят чтоб потом это все дело не потерялось вот хотя бы так вот большие малые вот удавые это будет анимация так файл охраняем это да вот этим делом будет работать в 1 1 так ну вот работает голова поднимается осталось зааминировать тело и это потом я сделаю возможно в каком-нибудь ролике посмотрю как это все дело работает разберем полностью ну на этом наверное всем пока до свидания модельку эту можно будет скачать в группе в ВК ссылку оставлю в описании так это значит вот таким образом все дело так ну все работает все всем пока